Всем привет! Очень радостно побывать еще на одной конференции Java, которая проходит по Java, которая проходит в нашей замечательной стране. Здорово, что становится все больше интересных мероприятий. Здорово, что они проходят локально. Это значит, те люди, которые ленятся приехать к нам в Киев на конференцию, же и КОНФ имеют возможность прийти и послушать интересные доклады здесь. Сегодня мы поговорим про GMS. Нужен ли GMS в 21 веке? Java-технологии не стоят на месте, как, в принципе, все остальные технологии. И поэтому данная тема, она достаточно актуальна на данный момент, как мне кажется. Быстренько про меня. У меня есть Twitter, XP, GX. Если у вас тоже есть Twitter, то присоединяйтесь. Я достаточно долго, более 8 лет работал с Java-подходами, но основное направление моей деятельности – это Java-технический лид. Я возглавляю на достаточно большие распределенные проекты. По совместительству являюсь тренером и основателем тренингового центра XP Injection, над которым мы проходим ряд интересных образовательных мероприятий. Это конференция Selenium Camp, посвященная автоматизации и тестирования. Это конференция GE Conv. Наверное, самая большая на просторах постсоветского пространства конференция, посвященная Java. В этом году кто был на GE Conv в этом году? Ну, смотрите, как мало народу выбирается. В этом году у нас было 850 человек, 2 дня, 5 параллельных потоков. И конференция Expedies Ukraine, конференция, посвященная agile-инженерной практике. Почему я вам про эти конференции рассказываю? Во-первых, я всех приглашаю в гости в следующем году в Киев. Поверьте, она того стоит. Во-первых, в Киеве очень красиво. Во-вторых, мы стараемся каждый год привозить тех людей, которые имеют непосредственное отношение к Java, и которые двигают это сообщество вперед. И это реально возможность пообщаться с теми людьми, с которыми вы нигде больше не пообщаетесь. Но плюс к этому, мы абсолютно честны, и за каждый год конференции мы выкладываем все видео и материалы конференции в открытый доступ. Поэтому за каждый год вы можете зайти на сайт и посмотреть все доклады, которые были там. В этом году видео уже начинает публиковаться. Я думаю, что где-то в течение месяца оно точно будет там. Поэтому приходите, и будем рады вас видеть в Киеве. Все, что я вам буду сегодня рассказывать, давайте начнем непосредственно в нашей теме. Все, что я вам буду рассказывать, это мой личный опыт. Многие вещи будут казаться вам абсурдными, неправильными, не знаю, некорректными с точки зрения вашего опыта. Это нормально. Цель моего доклада заставит вас хоть немножечко задуматься. Задуматься о том, а нужно ли применять определенную технологию, и нужно ли применять ее в любом случае. Нужно ли применять ее всегда. И поэтому помните, когда у вас будет внутри раздирать какое-то недопонимание, а почему так, почему не иначе. Помните, что это мой личный опыт, и вы можете его обсудить со мной, если вам это интересно. Мне кажется, что одним из таких очень серьезных трендов, которые изменили все в нашем мире разработки, стал тренд «Ноус Киеве». Почему? Потому что когда-то, я помню, в старые времена считалось, что все данные, которые есть, надо умудриться впихнуть в реализационную базу данных. И кто обладал особым талантом впихнуть невпихуемое, тот считался самым сеньорным девелопером. С развитием впихивали все, что угодно. Картинки, XML, все, что только можно представить. С развитием технологий появились варианты не впихивать невпихуемое туда, когда его не нужно впихивать. И взять то решение, которое будет удовлетворять каждой конкретной проблеме. И «Ноус Киеве» движение, оно породило огромное количество классных, реально классных хранилищ, благодаря которым наша жизнь как разработчиков стала гораздо проще. Вам не надо пытаться впихнуть невпихуемое. Мне кажется, что было бы здорово, чтобы начался такой же тренд с другими технологиями. Это не значит, что мы откажемся от какой-то технологии. Это не значит, что технология плохая. Но это, возможно, обозначает то, что не для всех задач эту технологию стоит брать и использовать. Ровно точно такой же тренд мне бы хотелось основать в GMS и назвать его «No GMS». Давайте разберемся, почему. GMS на самом деле очень крутой. И если вот брать лично меня, то я скорее фанат GMS, нежели чем его противник. И в каждом нашем проекте, когда нам нужно было делать месседжер, мы по умолчанию брали GMS. И когда ребята в моей команде намекали, что нет, GMS тут все так печально, может, давай не будем его использовать, я говорю, почему. Давайте возьмем в GMS, ведь это технология, которая предлагает нам стандарт для того, чтобы делать месседжер. Мы возьмем, и все будет хорошо. К сожалению, не все хорошо. Поэтому мы будем разбираться. Многие подумают, что, наверное, это из-за того, что GMS версия 1.1, и я почти уверен, что большая часть еще работает на этом стандарте, достаточно сложен. Мне кажется, что действительно он достаточно сложен, но не в этом дело. И вы помните, да, есть Connection Factory, который создает Connection, который создает сессию, который создает продюсер. Слишком много все кого-то создают, когда нужно просто отправить месседж. И самое интересное, что я заметил, проводя собеседование с жаборазработчиками, что почти никто не может нарисовать вот эту картину. Вот абсолютно реальность. Ты говоришь человеку, ты пользуешься GMS? Да, я пользуюсь. Нарисуй, как там все происходит. И люди не могут это нарисовать. К нашему счастью, GMS 2.0 приносит глоток свежего воздуха, и вещи становятся гораздо проще. Посмотрите. Inject, GMS Connection Factory, у нас появляется GMS Context. Мы говорим ресурс, lookup, некий data queue, вот он у нас queue. И все, что нам нужно сделать для того, чтобы посылать месседж, это контекст, send, в какую queue и какой месседж. То есть говорить о том, что сейчас проблема именно с API, с тем, как он был разработан, не приходится. Если вы работаете на GMS 2.0, там, в принципе, все удобно варили. Но если вы на GMS 1.1, то там, конечно, более печально. В чем же проблема? Проблема в том, что GMS – это лишь API. И основную работу выполняется вас, GMS Broker. То есть это, скажем так, тот координатор, которому вы шлете сообщение, и который управляет очередями, сообщением, всем-всем-всем-всем. И вот как раз брокер предлагает вам, помимо того, что он дает вам возможность пользоваться вот этим стандартизированным API, он добавляет еще огромное количество фичей. То есть какие фичи, вы задумайтесь, там есть приоритизация сообщений, различные сообщения различных типов, persistence, request, reply, распределенные транзакции, возможность там делать, объединять этих брокеров в кластер, медленные консюмеры, которые говорят о том, что если какой-то консюмер медленный, мы будем ему месседж откладывать, там и так далее. И каждый брокер понимает, производители брокера понимают, что если они не дадут еще какие-то дополнительные классные фичи, то они не продадут просто свой сок. И поэтому количество фичей раздувается, раздувается, раздувается. И получается, что мы вместо того, чтобы взять на какое-то решение простенькое задание, простенький инструмент, мы берем тот инструмент, который умеет, по крайней мере, декларирует, что умеет делать все. И пытаемся с ним дальше ехать. Вы все понимаете, что в любом программном продукции, который разрабатывается, сложность несет боль. В вашем программном продукции, который вы непосредственно делаете, баги возникают именно из-за того, что повышается сложность. Если у вас есть всего одна формочка, вряд ли вы сделаете нам какой-то дефект. Это будет очень тяжело. Если у вас есть 1500 формочек, и все они вот так вот переплесены, то вероятность того, что произойдет дефект, очень высока. Ровно точно так же происходит у производителей брокеров. Когда ты в погоне за огромным количеством фичей, и софт становится сложным, то в нем возникают проблемы. Давайте начнем с того, что развеем два мифа. Это очень интересные мифы, но так практика показывает, что в них уже почти никто не верит. Посмотрим, насколько в них верите вы. Первый миф. Если вы берете GMS, то GMS обеспечивает вам надежную доставку сообщений, и не будет потерянных сообщений. То есть можно настроить GMS так, что потерянных сообщений не будет. Кто в это верит? А все, все остальные не верят? То есть вы настраиваете и думаете, ну, конечно, сообщения все будут теряться. И это нормально. Да? Кто использует GMS? Давайте поднимем руки. Ну, достаточно много. То есть вы уверены, что ваше сообщение теряется? Есть ли? Есть ли? Ну, да как тогда жить? Как слазь сообщений, когда оно потеряется? Ну, ладно. Ну, для тех, кто, по крайней мере, верит в этот мир, давайте еще раз пробежимся, почему на самом деле это миф. Первое. Когда вы скачиваете какой-то брокер GMS, то он по умолчанию настроен таким образом, чтобы не гарантировать вам эту сохранность. Он по умолчанию настроен так, чтобы работать как можно быстро. Вот его задача. Поэтому в нем нет персистенции, в нем нет транзакций, в нем нету wait-on-acknowledge на стороне продюсера, в нем стоит авто-acknowledge на стороне консюнера, и в нем нету флажа на 10 на каждый райт. Это по умолчанию дает вам систему, которая теряет сообщение. Причем теряет совершенно непредсказуемые моменты. Вот вообще непредсказуемые. То есть месседж мы шлете, 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 и продюсеры говорят, все, окей, мы месседж послали, а на самом деле нет. Продюсер выключается, и месседжи никуда не отсылаются. Это то, что вам дает система по умолчанию. Второе, ну, мы имеем вот такого замечательного месседжа, который потерялся. Второе, если вы задумаетесь о том, как сообщения могут не теряться, то здесь, понятное дело, их надо куда-то сохранять. То есть речь идет о персистенции. Но персистенция – это очень непростая задача с учетом тех фичей, которые предоставляет наш брокер. И мы здесь видим, посмотрите, эта схема из ExitFMQ, не стоит в нее сильно вдумываться, но, посмотрите, есть курсор, который бежит по месседжам, есть месседж-сор, который по итенейшему подтягивается оттуда месседжем. Это непростая штука. Это непросто разработать. Когда вы говорите о том, когда брокеры говорят нам о том, что у них есть еще дополнительные фичи, например, как slow consumer, то появляются вот такие диаграммки, где говорится, ой, смотрите, какой месседж. Вот мы всем разослали, это же slow consumer. Мы ему возьмем этот месседж и отдельно ему задиспачим. А это значит, что месседж не еще куда-то мигрировал. И это еще больше усложняет процесс. Но, когда мы посмотрим, какой же перформанс у наших доблестных провайдеров, то у каждого есть вот такая диаграмма. То есть в данном случае, я так понимаю, из-за того, что синий цвет выигрывает, эта диаграмма взята с сайта HornetQ, потому что у них у каждого примерно вот такая картинка. Смотрите, они приводят честные абсолютно статистики и говорят, вот первый бенчер, который был сделан, это неперсистентное сообщение размером по 12 байт, 15 продюсеров, 15 консюмеров. 650 тысяч сообщений. Запомните это число. 650 тысяч сообщений в секунду. Вернемся на вторую экран. А, ну давайте для XFMQ посмотрим, XFMQ за вторым. 200 тысяч. Тысяч. Второй экран. У нас ровно такой же бенчмарк, только сообщение персистентное, нетранзакционное. 40 продюсеров, 40 консюмеров. 9 тысяч. Еще раз внимание. 650 тысяч. 9 тысяч. Но что интересно, XFMQ близится к нулю. Вернемся назад. 200 тысяч. К нулю. Шас. 200 тысяч. К нулю. Вы должны понять, что это не дается бесплатно. Ваша персистенция, ваши сообщения и надежная доставка этих сообщений это сложная штука. И потому что она сложная, вы имеете очень сильный перформанс деградейшн. И в итоге полагаться на это нельзя, но мы сейчас посмотрим, что на самом деле оно и не работает по факту. Если вы пойдете в трекер дефектов ActiveFMQ и введете туда lost messages, то вы с удивлением для себя обнаружите, что существует 166 эффектов, связанных с тем, что все постоянно, во всех версиях, теряя сообщения. Вот этот дефект, который сейчас открыт, он unresolved. Он находится в версии 5.9.0 и он еще до сих пор не закрыт. И который говорит о том, что вот если я ставлю LevelDB Storage, у меня теряются сообщения. Если вы пойдете на HornetQ в предположении, что может быть HornetQ не теряет сообщения, теряется сообщение ровно точно так же. Не видно общего количества дефектов. Ну вот у нас есть две странички с подобными дефектами. Они действительно теряют сообщения из-за сложности своей работы. Единственное, хитро поступил RabbitMQ. Он не является GMS провайдером, но тем не менее, у него очень хитрая стратегия. Он просто не публикует публично свой баг-трекер. Нельзя проверить, как бы теряет RabbitMQ сообщение или нет. Можно только почитать в интернете, кто что говорит на разных форумах и так далее. Но по умолчанию нельзя зайти и посмотреть, теряете вы сообщение или нет. Они говорят, мы скоро опубликуем, но это скоро тянется уже достаточно долго. Поэтому с этим мифом мы закончили. Давайте посмотрим на следующий миф. Дубликаты невозможны. То есть можно настроить GMS таким образом, чтобы два месседжа не дублировали друг друга. Кто в это верит? Слушайте, как вы тогда пользуетесь GMS? Когда у вас дубликаты есть, месседжи теряются, какой-то фарс появляется в вашей системе. Ладно, давайте рассмотрим. Что делает GMS, что он дает GMS к вам молчанию? Он вам говорит, на стороне продюсера он дает вам возможность установить специальный хэдер со специальным идентификатором каждого месседжа, таким образом, чтобы если идентификатор совпадет, GMS сам распознает, что это дубликат и действительно его отбросит, чтобы продюсер не генерил одинаковых месседжей. Отлично. Брокер старается максимум иметь некий лог сообщений, по которому он определяет, это сообщение отдавали, не отдавали, чтобы не отдать его повторно. И, наконец, на стороне консюмера можно проверять, был ли этот месседж и деливерит или нет. То есть вроде как вам дают инструменты, но печаль не случается, когда вы имеете вот такой сценарий. Например, у вас начинается GMS транзакция, вы получаете месседж, и начинайте дебить транзакцию внутри вашего обработчика этого месседжа. Ну, классическая процедура, да, получили месседж, и хотите записать что-то в базу данных. Все хорошо, вы сохранили то, что необходимо в базу данных, закрыли транзакцию, дебишную транзакцию, и теперь случается печаль по какой-то причине, я не знаю, отвалился, отвалился нетворк, или случилась еще какая-то печаль, как у вас отваливается GMS на транзакции. Что происходит? GMS говорит, вы ее не обработали месседж, надо его еще раз доставить, но вы уже свою дебишную транзакцию закрыли, правильно? И вы получаете дубликат месседжа. Очень натуральным способом. Правильно? Роллбэк кому? А уже же за коммитили в базу данных, все хорошо. Уже же нельзя роллбэк потом вот этим задним числом сказать. Зачем коммитить? А как? Ну, кто-то же должен когда-то за коммитили. О, отлично! Приходит капитан Очевидность, и говорит, может быть, мы будем использовать распределенные транзакции. Кто использовал распределенные транзакции? Отлично! Я думаю, что те, кто использовал, скажут ему, гори в аду. Потому что на самом деле производительность вашего приложения упадет еще в десятки раз, когда вы будете использовать распределенные транзакции. Но еще самое интересное, это то, что многие думают, и я был таким же человеком, я думал, распределенные транзакции такая классная технология, как бы все склеится, Если что-то произойдет плохо, то есть какие-то транзакции отвалятся, то все само собой восстановится. Печаль заключается в том, что ничего само собой не восстановится. Просто брокер, специальный, который транзакционный брокер, соберет эту информацию в определенный лог и отдаст вам ее для ручного восстановления. И может быть кто-то, конечно, верит, что распределенные транзакции никогда не ломаются. Ну что им ломаться? И живет в мире оптимистичного программирования. Когда вы верите, что вот кто-то сказал, у нас есть несколько ресурсов, GMS, база данных, давайте распределенную транзакцию навешиваем, все всегда будет хорошо. А если будет плохо, мы не знаем, что будет дальше. У нас никогда не бывало так плохо. Это мне ответил один товарищ в собеседовании, они говорят, у вас стоит RabbitMQ, я говорю, а на кластер из скольки есть серверов? Он говорит, из одного. Я говорю, а что у вас случается, когда сервер падает? А у нас не падает еще. Это вот ровно та же штука. То есть на самом деле распределенные транзакции абсолютно честно. Вы можете замерить у себя дома, прийти, заменить один драйвер на другой, и даже в одну транзакцию гнать. То есть не пытаться даже много ресурсов подключить, вы увидите падение производительности в разы. Просто в разы. С этим мифом мы закончили и переходим дальше. Это так, чтобы вас встретили с ним слипая. Если вы по-прежнему используете GMS, то я не понимаю, как же вы пишете свое приложение. У вас, возможно, дубликаты, у вас, возможно, потерянные сообщения. Как вы все это менеджите? А? Индийский саппорт, который руками месседжи отправляет? Может быть. Мы с этим намучились достаточно долго, и мы поняли, что не для всех задач нам нужен GMS. И поэтому мы поняли, что можно для определенных задач использовать другие подходы, которые мы и рассмотрим. Для того, чтобы понять то, как поняли это мы, необходимо ответить на несколько вопросов. Являются ли ваши консюмеры локальными? Действительно ли у вас распределенная система? Меня удивляют люди, которые берут и ставят GMS, и у них всего один сервер. Если у вас всего один сервер, теряются сообщения, зачем он GMS? Вы можете использовать локальную очередь. Второй вопрос, который вы должны задать. Вы распределенный или не распределенный, и насколько вы можете распределять ваши сообщения? Можете ли вы сделать так, чтобы сообщения были, скажем так, сгруппированы и находились на той же машине, или не можете? Это все вопросы, то есть неоднозначные ответы. На некоторые будут скажут, что нет, я не могу, в моем приложении так не работает. Есть ли у вас выбор в технологиях? Потому что многие говорят, извините, но у нас только GES-ресет, и мы от него ни влево, ни вправо уйти не можем. В этом случае у вас по умолчанию будет GMS. И ничего другого. Насколько критично, что сообщения теряются? На самом деле они всегда теряются, поэтому это, ну, если для вашего приложения это критично, вам в любом случае нужен механизм, который будет с этим что-то делать. Независимо, используете вы GMS или не используете. Когда вы даете себе ответы на все эти вопросы, то вы начинаете понимать, можете ли вы в данной конкретной ситуации использовать любое решение. Вот мы сейчас эти решения и рассмотрим. Для того, чтобы быстренько осознать, какие существуют в мире еще очереди, помимо GMS, как можно делать месседжинг, есть замечательный сайт, называется QSEO. Там перечислены далеко не все решения, но вы можете очень быстренько ознакомиться на нем, чего вообще, насколько широк мир месседжинга в современной разработке. Первое, о чем мы поговорим, это совершенно банальнейшая штука. Это локальная очередь. В Java существует замечательная штука, которая называется BlockingQ. Если вы хотите послать кому-то сообщение и находитесь на одном сервере, нет смысла городить технологии. Используйте для этого BlockingQ. BlockingQ дает вам возможность очень абсолютно прозрачно продюсерам послать сообщение. У вас есть тайм-аут, при котором он упадет. BlockingQ можно настроить как лимитированную по размеру, так и нелимитированную. Она потокобезопасная, то есть все, что вам нужно в рамках одного сервера, она дает. То же самое на продюсере. Вы просто берете тейком, например, сообщение из очереди, это блокирующий тейк. Если хотите падать, когда по тайм-ауту месседж-тахи не появился, используйте его с тайм-аутом. Для локального сервера вам это с головой. Где это мы используем в реальной жизни? Мы это используем тогда, когда у нас происходит батчинг сообщений. На какой-то сервер приходит сообщение, и это сообщение обозначает, что на самом деле существует целая пачка задач. Например, тысяча задач. Мы вычитываем эту тысячу задач и пуляем в локальную очередь. Соответственно, в торм-воркере начинают работать над локальной очередью. Когда все задачи в этой очереди закончены, все замечательно, и мы говорим о том, что тот месседж один, месседж мы обработали. Если вам кажется, что это как-то очень банально и непонятно, как это использовать, то есть абсолютно серьезные вещи. Например, в апатче Кэмэле вы можете сконфигурировать седа по префиксу седа. Это означает, что существует некая очередь, которая представлена именно в локинге. Если вы делаете туннелирование ваших сообщений, перекладываясь там из одного канала в другой, например, получили его по тому же GMS или с файловой системы, вы можете переложить его в локинге, и эта работа очень прозрачно. Вот таким вот образом вы объявляете консюмеров, и у вас есть консюмер, который висит на седа фу. Это очередь, которая представлена именно в локинге. То есть как бы абсолютно никакие проблемы. Нравится использовать Spring Integration, ровно то же самое. Вот у вас классический ченнел с очередью Channel Store. В данном случае еще Spring Integration предоставляет вам возможность сделать персистенцию этих сообщений. То есть вот в данном случае прикручен GDBC Channel Message Store, который еще будет сохранять эти сообщения в базу данных, если вам необходимо. Ну то есть те, кто верит, что это менее надежно, например, чем GMS, то прикрутив такую штуку, каждое ваше сообщение, которое будет попадать, оно будет параллельно сохраняться в какую-то табличку базе данных. И все будет очень персистентно. Если вы подниметесь наново, ваше приложение еще раз стартанет. Честно, вычтите все сообщения, которые есть, и начнете их обрывать. Поэтому если у вас один сервер, не придумывать эти технологии. Вам они просто не нужны. Ну и вот таким вот образом можно сделать полер, который будет вытаскивать эти сообщения. Следующее решение. Zookeeper плюс куратор. Zookeeper – это замечательная штука, которая позволяет координировать набор ваших серверов и хранить общие данные, общую конфигурацию. Zookeeper предоставляет возможность реализовывать определенные шаблоны. Например, шаблон-лог, шаблон-выбор лидера и так далее. Среди этих шаблонов есть очередь. То есть, если вы посмотрите, зайдете на сайт куратора, куратор – это, скажем, более продвинутая клиентская библиотека для Zookeeper, вы зайдете на сайт куратора, и там есть очереди. Вот есть распределенная очередь, распределенная очередь айтишников, распределенная очередь с приоритетами, распределенная очередь с отложенным вызовом. То есть, вы можете создать месседж, и он только после некоторого времени станет доступным. Это все доступно из коробки. Есть одно но. Есть такое важное замечание, которое публикуется наверху. Мы не рекомендуем вам использовать Zookeeper для очередей. Если вы хотите почитать почему, обратитесь вот к этой вот ссылочке. И действительно не рекомендую, потому что многие из нас бездумно берут технологии, начинают ее использовать, не посмотрев на ограничения этой технологии. Zookeeper не может вам позволить сохранить, например, миллион месседжей. Банально, потому что у него есть ограничения на объем памяти, который кушает одна нода. Именно поэтому они говорят, слушай, лучше вообще не использовать. Мы вот посмотрели, как люди используют. Лучше не используются для очередей, куда бы по здоровью. Это не означает, что вы не должны использовать. Это означает, что вы по умолчанию задумаетесь, а какая у меня очередь? Что я там буду хранить? Если у вас маленькая очередь, где вы шлюте, например, какие-то руководящие сообщения, ну, у вас стоит машина реализована, и вы какие-то статусы перебрасываете, и таких сообщений, не знаю, сто или тысячи, то это нормально. Zookeeper дает вам возможность работать очень быстро и полностью персистентно. То есть вот из Zookeeper, там, не знаю, минимальная, если все сервера полетят, точнее, половина, если полетит, то тогда у вас что-то пропадет. То есть это куда более надежно. Но есть ограничения о том, что, пожалуйста, используйте эту сумму. Едем дальше. Huzzlecast. Huzzlecast – это замечательная штука, которая позволяет вам хранить данные в памяти. Она реализует концепцию распределенных данных, которые хранятся в памяти на каждой вашей ноде. Это могут быть ноды сами ваши воркеры, ваши процессы, которые у вас работают, и прямо у них в GVM вы можете хранить данные. Причем эти данные могут реплицироваться, то есть быть доступными на разных нодах. Для очереди немножко действует это по-другому. Очередь сама по себе не распределяется, то есть она хранится на одной машине. Но энное количество бэкапов этой очереди хранится на других машинах. Это дает вам возможность следующую. Если какая-то из этих машин вылетает, то вы абсолютно спокойно говорите, точнее не вы говорите, а Huzzlecast говорит, ой, у нас что-то случилось с очередью. Я ее сейчас восстанавливаю на другой машине. И восстанавливает бэкап на другой машине, та машина становится активной, и очередь продолжает работать. Как это работает? Huzzlecast предоставляет вам возможность встроить себя. Соответственно, вы имеете ваши машины, которые предоставляют ноды, и доступ, соответственно, к очереди, которая имеет API, такой же, как имеет обычная очередь. Ну, в Java, обычная очередь, тот же самый интерфейс. Теперь каждый ваш клиент может слать сюда сообщение, оно попадает на определенные ноды, бэкапы создаются на других нодах, и все работает. Вы понимаете, что у каждого решения есть свои преимущества и недостатки. Недостаток этого решения, что все должно влезать в память. Ну, чего-то не произойдет. Если оно влазит в память, оно работает хорошо. Если оно не влазит в память, оно не работает вовсе. И это, опять же, стоит задуматься, сколько сообщений вы собираетесь отсылать. Если вы собираетесь в один момент времени в какой-то очереди иметь, там, 20 миллионов сообщений, то вообще стоит задуматься, может быть, делается что-то не так. Потому что непонятно, зачем 20 миллионов сообщений, индивидуальных сообщений у вас посланы. Возможно, вам вообще нужна какая-то другая система. Если же количество сообщений не является таким глобальным, то оно не будет заниматься только памяти, и все влезет в память. У нас, возможно, есть хорошая идея сохранить само сообщение в какой-то дейтастор и послать в очередь только его айдейшн, чтобы сократить память. И в этом случае точно влезет в память. Пользоваться этим мега просто. Вы делаете HuzzleCastInstance, у него берете Get Queue, и после этого в Queue делаете PutMyTask. Все как бы примитивно. Для того, чтобы достать что-то из очереди, вы используете интерфейс очереди, вы говорите QueueOffer, это для того, чтобы засунуть таск с таймаутом, и QueuePoll. Ну, вы получаете статисты из очереди. То есть ровно такой же интерфейс, как был в обычной очереди, и это ваш следующий шаг. Вот если мы говорим о том, что мы живем без GMS, и первый ваш шаг это сделать локальную очередь, которая Blocking Queue, которая работает внутри процесса, и тут вы действительно заскейлились. То есть взяли 5 машин, например, и начали жить на 5 машин. Вот ваш следующий простейший шаг, это загрузить туда HuzzleCast и иметь эту очередь распределённую. Это следующий очень-очень простой шаг. Есть отдельный проект, называется он HuzzleCastMQ, который оборачивает и делает дополнительные адаптеры для разных технологий. Например, есть адаптер для Camel, есть адаптер для GMS. Можно использовать GMS на HuzzleCast, с тем же самым API, GMS это всё больше API. Stone протокол, то есть есть некое ядро, которое основывается на HuzzleCast, и это всё упрощает жизнь. Поэтому, если хотите такую штуку использовать, то обязательно посмотрите. Следующий, это мой любимый проект, это Redis. Redis изначально был задуман, ну, и он является этим прежде всего, это CableU Storage. Всё очень просто. CableU. Да, как бы всё примитивно. Но у Redis есть внутри структуры данных. То есть, когда у вас есть ключ, то вот на ключ маппится не просто value, не структурированная, но потом это ключ 5, а на него маппится некая строка. У Redis есть возможность делать хэштаблы, есть возможность делать листы, сеты, есть возможность сделать сортированные сущности. Как этим пользоваться? Первое, у Redis есть дополнительно встроенный паблиш-сабскрайб. Просто встроенный в систему. Как он работает? Если мне надо подписаться на какие-то сообщения, я делаю следующее. Я говорю, Jadis, это я использую клиент Redis на Java по названию Jadis, говорю, subscribe, new Jadis pub sub, он месседж, мне приходит channel, и мне приходит месседж. Видите? Всё мега просто. Это я использую строковую реализацию, есть байтерейная реализация. И я подписываю, смотрите, как интересно, я подписываюсь не просто на фиксированную, например, какую-то очередь, я подписываюсь вот так вот по звёздочке, на все подочереди вот этой очереди. Вы смотрите, какой простой код. Он простой и прямолинейный. Для того, чтобы послать сообщения, всё ещё проще. Я говорю, Jadis, дай мне Jadis, и говорю, паблиш, имя очереди, сообщение. В одну строчку. Я просто посылаю сообщение. Ну, а это паттерн, паблиш, subscribe, то есть, ну, в простонародье, топик. То есть, когда мы посылаем, и все должны получить это сообщение. Как же реализуются сами очереди? Сами очереди базируются на листах, которые есть в Redis. Вот мы получаем Jadis. После этого говорим R-Push. R-Push – это штука, которая говорит, вот по этому ключу, это наша очередь, запихни, пожалуйста, вот эти сообщения, тут можно сколько угодно много сообщений передать, в правую часть листа. Понятно? Есть лист по этому ключу, в правую часть листа. Есть L-Push, можно в левую часть листа. Этим самым вы можете делать месседжи, которые обладают большим приоритетом. Представьте, вам в GMS надо решить задачу, которую почти не решаем. Нужно вставить сообщение, чтобы оно стало самым первым. Не просто с большим приоритетом, самым первым. Нельзя такого сделать в GMS, потому что вы максимум можете сказать, у меня есть какой-то приоритет, и в этот месседж должен был дать этот приоритет. Но брокер говорит, да-да-да, я это учту, когда буду пересортировать месседж. Здесь же вы можете говорить, обычные месседжи идут с правой стороны, очень приоритетные месседжи идут с левой стороны. Это очень круто, это всего лишь одну букву мы меняем, и у нас месседж стал супер приоритетным. Что дальше происходит? Суперклассная команда, благодаря которой это работает надежно. Когда я хочу забрать сообщение, я, например, листинер, я хочу забрать сообщение, я не просто беру его оттуда, потому что иначе мы получаем все те же проблемы, которые были в GMS. Я беру месседж, уже убрал его из очереди и упал. Все, месседж пропал. Я делаю R-BOP или PUSH в свою локальную очередь. То есть я его забираю из общей очереди и атомарной командой кладу к себе в очередь. Теперь он в моей персистентной очереди. И у меня он на руках. То есть, соответственно, я его начинаю обрабатывать. Если я вдруг упал, то он есть в моей локальной очереди. Когда я этот месседж обработаю, я его просто удалю из этой локальной очереди. Я говорю, эй, рем, и говорю, из локальной очереди удали, пожалуйста, этот месседж. Понятно? То есть я делаю решение, которое, если у меня воркер упал, потом переподнялся, то у него все сообщения, с которыми он работал, они есть. То есть все надежно. У Redis есть ограничение, такое же, как у Hazel Castor, то, что все должно находиться в памяти. Все данные Redis должны помещаться в память. Опять же, задайте себе вопрос, необходимо ли вам слать столько месседжей? Может быть, сделать бочевание, меньшее количество месседжей, потому что вы просто будете брать на каждую тысячу месседжей генерить один месседж. Возможно, вам стоит сохранить сам месседж? Я удивляюсь людям, которые шлют месседжи, например, по 10 килобайт. Сохраните это в какой-то быстрый стороч, пошлите в айдишн. Все будет гораздо быстрее. Месседжинговые системы не приспособлены для того, чтобы решать качественно и быстро вопрос персистенции данных. Для этого есть хранилище, которые умеют это делать круто. Поэтому сохраните ваш месседж, в какое-то очень быстрое хранилище, и пошлите в айдишн. Все будет гораздо проще. Поэтому ограничителем является именно память. Zero and Q. Следующее. Если вы хотите спуститься чуть на более низкий уровень, на подобии у вас есть два процесса, и этим процессом нужно между собой общаться. По умолчанию, если есть два процесса, с которыми нужно общаться, то для этого существуют в джаме кто? Сокеты. Но с сокетами все так сложно. Нужно постоянно отслеживать кучу, сокет закрылся, надо его переоткрыть, на сокете произошло какое-то исключение, надо его обработать, что-то с этим сокетом сделать. Все достаточно сложно. И плюс сокет, он очень прямолинейный. Вот есть одна машина, коннектится на сокете другой, и они по этому сокету начинают обмениваться информацией. Нету какой-то структурности, что ли, в этом. И поэтому появился Zero and Q. Это TCP сокеты на стероидах. Они позволяют вам создать более высокого уровня абстракции, но на сокетах. Это дает вам очень большую скорость, потому что вы на самом низком уровне находитесь, у вас нет никакой дополнительной нагрузки логической, транспортной или еще какой-то. Как это выглядит? Код абсолютно рабочий. Если захотите, вы можете этот примерчик переписать себе. Переписать. Я не буду шагать на GitHub. Надо, чтобы вы тоже что-то сделали после конференции. Вот смотрите, я получаю контекст, получаю паблишер, открываю, видите, контекст сокет, у меня получился паблишер. Я байдю паблишер на определенный порт и дальше просто генерю рандомную температуру и влажность в каком-то регионе. Все, что сделает паблишер, вот паблишер сент. То есть это не так, как мы делали в сокете. В сокете в рай, там, байтерей какой-то или ипстрим, куда-то в сокет, и ты думал, там дойдет, не дойдет. Здесь это все от тебя скрыто. Ну, то есть все более удобно мы опиаем. Вот паблишер сент. После этого паблишера закрываем, контекст закрываем. Все очень прозрачно. Воркер работает примерно точно так же. Я говорю, сабскрайбер, точно так же открываю на каком-то сокете, после этого сабскрайбер на какую-то очередь или набор очередей, можно сдать паттерн, так же, как мы делали это в редисе, и теперь читаю оттуда и пишу в системам. Вот видите, сабскрайбер, ресив, ст, то есть я получаю слово. Реализовано уже очень много шаблонов на ZeroMQ, но ZeroMQ это не совсем как бы честная очередь, то есть она, естественно, никуда ничего не персистит, она все данные хранит только в своих буферах, если кто-то упал, то, соответственно, все упало. Но когда вам надо просто обмениваться данными между процессами, если один из них упал, то не с кем обмениваться, и все хорошо, и не трогается GMS. Можно взять вот такую штуку и завестись буквально там за минуту, и у вас нету лишнего софта, который работает и требует ресурсов, ухода, памяти и всего остального. Следующее это MQP. MQP протокол появился как попытка упростить месседжинг и сделать некий универсальный протокол для всех языков программирования, благодаря которому разные системы могли бы обмениваться сообщениями. Это действительно упрощенный протокол, нету того, чего предлагает GMS, нету транзакций, нету там ретеливери сообщений и так далее. Все гораздо проще. И самая популярная наверное реализация это RabbitMQ, которая работает на Erlang. Erlang действительно очень хорошо подходит для такого рода задач. На чем фокусируется MQP? MQP фокусируется на самом важном, на месседжинге. То есть таким образом как будет поставляться месседжинг и куда он будет поставляться. У него есть понятие экшенжа, куда паблишер, паблишер месседжи. И потом можно создавать различные алгоритмы, как конкретный месседж будет приходить на конкретную очередь. А сабскрайбер уже слушает конкретную очередь. То есть роутинг настроен достаточно просто. За счет того, что они фокусируются только на этих фичах, именно на самом месседжинге, на том, как пластеризироваться и делать скейлабилити, больше ни на чем. Не пытаются предложить еще миллион фичей, которые никому не нужны, то они действительно более-менее работают. Ну и тем более у них скрыт баг-трекер, поэтому непонятно. Сколько багов есть они или нет? То есть это нам неизвестно. Но на самом деле штука, если мы делали замеры производительности, когда хотели перепрыгивать на RabbitMQ с ActiveMQ, то если вы включаете персистентность и все остальные настройки, разница минимальная между RabbitMQ и ActiveMQ по производительности. Следующее это очень простой сервис Amazon SQS. Работает замечательно и Amazon дарит вам свою инфраструктуру для того, чтобы месседжи были очень надежно заперсищены, потому что у Amazon много машин и он может себе позволить месседж сохранить на нескольких машинах одновременно и сделать это очень быстро и скрыто от вас. Вы просто говорите паблиш месседжа и все работает. Amazon берет деньги, естественно, за это и первый миллион месседжей бесплатный в месяц. Каждый месяц миллион месседжей можно послать абсолютно бесплатно. Причем это не совсем месседжи даже. То есть это пакеты месседжей. В один пакет можно уместить от одного до десяти месседжей. Поэтому если бы честно и вы правильно используете API, то мы говорим о десяти миллионах месседжей. Каждый следующий миллион стоит 50 центов. Согласитесь, если говорить о том, что у вас всего в систему проходят 10 миллионов месседжей, то вы заплатите за это удовольствие 5 долларов. Зато вы никогда не будете задумываться о том, месседжи могут пропасть или не могут, быстро это работает или не быстро. Потому что Amazon говорит вам, что если у вас много месседжей и вам нужен больше перформанс, я вам его просто дам. Потому что я буду видеть, насколько вы нагружаете систему, и я буду скелабилить ее в зависимости от этого. Но это платный сервис. И опять же, вы свои месседжи отправляете куда-то. Может быть, у кого-то есть политика security, которая говорит, наш месседж никуда не можем отправить, прямо как на наши серверы. Но я лично не представляю, почему такая политика может существовать, если вы отправите кому-то месседж наподобие 327. Что как бы он с этой информацией получит? Понятно, если вы все транзакции и данные к резидной карточке пользуетесь и вкладываете в месседж, то это и так небезопасно. Вот. Ну, то есть вот такое. И есть замечательная штука, как орбит с эффектом чеснока, есть GMS-драйвер к этому всему. То есть если вы используете GMS, у вас есть замечательная возможность прямо сходу взять и подключить на своего GMS-брокера, забыть его, выключить или выбросить на свалку, подключить амазоновский сервис. И ничего не изменится в нашем приложении. Следующий замечательный сервис это Kafka. Kafka была разработана в LinkedIn для того, чтобы обрабатывать большое, я бы сказал, громадное количество сообщений. Они подумали, что а зачем вот мы будем мелочиться и работать на уровне одного сообщения? Это же неэффективно. То есть если кто-то, за счет чего возникает большая часть проблем? Когда вы прочитали сообщение на GMS, например, вам его надо удалить. И вот тут-то как раз возникают все основные проблемы, потому что вы его начинаете удалять из того же сторожа, в который и пишете. И вот тут конфликт интереса. Они говорят, мы не будем никогда удалять конкретные сообщения. Вместо этого мы дадим возможность бежать по нашим сообщениям как по курсорам, курсорам по result set. Представьте себе, я клиент, я получаю курсор по сообщениям и спокойненько бегу. У них есть понятие partition. Он отлично маршабируется, собирается в кластер, делается репликация данных между разными брокерами автоматически, для этого вы ничего руками не делаете. Вы всего лишь говорите, какой должен быть replication factor, насколько других машин я должен хранить свои данные. Он их туда реплицирует, каждому конкретному консюмеру он выдает курсор по конкретному partition. И то спокойно идет по месседжам. Заметьте, очень плоская модель, она однопоточная, как вы идете по месседжам. По одному partition идет один консюмер. И Кавка говорит, когда наступит expiration period, который, собственно, фигурирует, например, один день, то мы просто удалим весь partition. Все. То есть вы говорите, если я посылаю сообщения, то явно, например, через две недели они уже будут неактуальны. Поэтому он просто удалит весь partition, который был создан за те две недели и будет писать новый partition. Нету, это работает просто с гигантской производительностью. Вот. То есть вот partition вы просто читаете и ваш вот этот вот курсор, к которому вы бежите, он не просто в памяти хранится, он тоже персистится. Причем по умолчанию он персистится в ту же самую Кавку. И все очень быстро. У Кавки есть замечательная особенность, которая ее отличает от всех остальных. Ее производительность не зависит от объема данных. Вот здесь вот показана диаграмма количество данных записанных в месседжи, записанных в гигабайтах, что на нуле гигабайт, ну, чуть-чуть, скажем, на одном гигабайте, что на полтора терабайта вы имеете одну и ту же производительность. Потому что данные пишутся в append-логе. Ну, вы пишете и все время сверху, 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 никогда не меняете. Поэтому производительность очень хорошая. Ну, естественно, традиционный скрин, что Кавка побеждает всех своих соперников. Кто тут у нас есть ActiveMQ, RabbitMQ и Кавка. Ну, тут Кавка прямо во главе планеты всей. У каждого из провайдеров есть такие слайдики, которые показывают о том, что этот провайдер реально крут. Но в данном случае я склонен верить, потому что наши тесты показывают то же самое. И Кавка по умолчанию персистентна, она по-другому не может хранить вообще ничего никак. То есть вы не можете сказать, нет, мой месседж, пожалуй, будет не персистентный. Он по умолчанию и он по умолчанию реплицируется еще и на другие ноды. В LinkedIn используется очень активно. 40 терабайт данных входит каждый день. 160 терабайт данных выходит. 300, больше, более 300 Кавка брокеров. То есть огромный кластер. Вы понимаете, что какое действие, которое выделывается на LinkedIn, попадает в эту систему. Потом агрегируется, агрегируется, проходит через дейта-анализ, опять попадает в эту систему. То есть Кавка в LinkedIn используется почти для всех данных. То есть вот все, что передают одни процессы другим, все происходит через Кавку. И это реально очень эффективно. О чем я подведу итог? О чем я хотел вам сегодня рассказать? Моя задача была заставить вас немножечко задуматься, что возможно не стоит пользоваться швейцарским ножом для того, для чего он не предназначен. И для вашей очень-очень простой задачи. Мы же не пользуемся, например, молотком для всего, чего только можно. У нас есть другие инструменты. И поэтому задумайтесь. Мир гораздо более широкий и многообразный. Посмотрите по сторонам. Попробуйте когда-нибудь задуматься, что может быть нам стоит попробовать и отказаться от вот этого инструмента и взять другое. И это реально будет круто. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok